Ласкутное шитье Сегодня у нас с вами вторник, 548-й Ласкутный эфир. И сегодня мы с вами поговорим о том, как снять пять мерок и избежать одной глобальной ошибки при создании весенней и летней юбки А-силуэта. Переходим к работе прямо сейчас. Итак, в далеком-далеком 2014 году на Квилл-цесте я встретила женщину, очень милую, приятно улыбающуюся женщину, которая была одета, ну, примерно вот в такую вот похожую юбку. Посмотрите на меня прямо сейчас. Эту замечательную женщину звали Ксения Дмитриева. И, конечно же, буквально через несколько дней я очутилась на ее мастер-классе, после которого и сшила вот эту замечательную, прекрасную юбку. Это ГД, как вы видите, да, ГД, а с полосным набором. На полосном наборе я не остановилась, поскольку мысль творческая пошла дальше, и я поняла, что такие юбки можно шить из чего угодно, даже из старых джинсов. И, наверное, штук 7 юбок я сшила из джинсов, вот из таких вот синих. У меня сейчас нет ни одной, по одной простой причине, потому что все эти юбки джинсовые с полосным набором расположились по моим подругам, родственникам, друзьям, подругам, ну, подругам, да, и знакомым. Однако, я нашла себе джинсы не синего, а коричневого цвета, и однажды я сшила юбку ГД из джинсов коричневого цвета. Сейчас я вам ее покажу. Это джинсы. Это джинсы, здесь несколько пар, это итальянские маломерки, по моему размеру, 42-го или что-то в этом роде. И, конечно же, вы можете шить юбку ГД из джинсов. Но это далеко не вся история вопроса, потому что после юбки ГД из джинсов мне захотелось шить юбку ГД из шелковых тканей. Сейчас покажу. Это вот здесь юбка ГД из шелковых тканей. Посмотрите, да, здесь даже разрезы есть внизу. Юбка прекрасная, я ее обожаю, но, к сожалению, шелк материя очень-очень сложная. С ней, во-первых, он сыпучий, с ним тяжело работать шелком. А во-вторых, ну, все-таки он быстро изнашивается, и кое-где в этой юбочке уже стали образовываться в шелке прорей. Это грустно, однако, я поняла, что юбку можно делать из шелка цельную, то есть избегать вот этих вот шелков. И, конечно же, я сделала юбочку ГД, я вам сейчас ее одену, не переживайте, вот с такой вот каймой. Кайма, как вы понимаете, кризи, кризи, я обожаю. Итак, юбочка, шелк, но уже а-силуэта с каймой. Вот такая замечательная, распрекрасная шелковая юбка с каймой, с элементами цыганщины. Ну, вы представляете, если еще к этой юбочке сумочку с бахромой, то нужно идти на рынок, и что там? И гадать на ручке, и говорить по золоте ручку, ай-н-н-э. Итак, шелковые юбочки. И на этой шелковой юбочке я поняла, что самый-самый выигрышный фасон – это фасон а-силуэта. Или коническая юбка, еще называют ее закройщики. И юбка эта была очень успешна, потому что, поскольку для гады требуются, ну, скажем так, более точные мерки, а очень много юбок я шила дистанционно, ну, в частности, даже в Америке продавала в свое время. Так вот, эта юбка требует достаточно меньшее количество точных мерок, но смотрится она тоже очень эффектно. В этой юбке, как вы видите, пришиты кайма – это конические, то есть, которые трапециевидные, извините. Трапециевидные полосы с рисунком КД. Конечно же, можно эти полосы не пришивать как оборку, а просто нашивать на юбку. Что же получилось дальше? Сейчас я вам покажу. Следующая юбка – А-силуэта. Вот, посмотрите. Вот она такая зелененькая, и у нее вот такая вот замечательная кайма. Следующая юбка – А-силуэта была уже льняная. Вот льняная юбка. Льня – прекрасный материал. Он согревает вас в холодное время года. Он вентилирует, то есть, он прохладен в жару. То есть, с точки зрения гигроскопичности и прочих полезных для здоровья качеств – это прекрасный материал. У льна есть только один минус – льон очень сильно гнется. Ну, в принципе, если вы склонны гладить ваши вещи, это поправимо. После того, как я сшила льняную юбку, я попробовала еще шить юбку из бортовки. Вот у меня юбка из бортовки. Эта юбка прекрасно подходит под… ну, как юбка под юбку. И, в принципе, ее можно носить с какими-то другими вещами. Сейчас я вам все это покажу. Вот, посмотрите, вот юбка из бортовки. Вот ее замечательная, распрекрасная кайма. Посмотрите, вот она такая вот интересная. Эта юбка хороша, как домашняя юбка. Почему? С этой юбкой хорошо одевать всяческую униформу. Ну, вот, допустим, у меня специальный такой сарафанчик, которым я шью дома, там работаю и так далее. Вы, наверное, часто его видите в эфирах, но, тем не менее. Посмотрите. Значит, вот, пожалуйста, гигроскопичная, удобная юбка из бортовки. Ну, и что, что она мнется под сарафаном, а мне вообще чихать на это совершенно, как бы. И вот таким образом ее можно носить. Но в какой-то момент мне понадобилась красивая, классная юбка для выходов в свет. Это не она. Сейчас я вам покажу красивую, классную юбку, которую я ношу до сих пор. Это была юбка из... Это была юбка из японского хлопка. Юбка из японского хлопка. Чем хороша юбка из японского хлопка? Юбка из японского хлопка хороша всем. Во-первых, что такое японский хлопок? Японский хлопок отличается от тканей для почвы. Кстати, у меня к этой юбке есть сумка, тоже из японского хлопка. Это курс Тани Яшкиной по лоскутным сумкам. И сейчас, вот прямо сейчас, он доступен на платформе нашего лоскутного клуба 2.0 совершенно бесплатно. Ну, только надо войти в лоскутный клуб. Итак, юбка из японского хлопка. Ну, во-первых, посмотрите, она хорошо смотрится. На этой юбке, сейчас я подойду поближе, подождите. На этой юбке хорошо смотрятся узоры из тканей для почвы. Посмотрите, вот поближе я показала. Но сейчас еще отойду подальше, посмотрите, они смотрятся хорошо. Поэтому сегодня мы с вами будем рассматривать, как снять пять мерок и избежать одной ошибки именно на такой юбке. Вот у меня уже заготовочка сейчас висит. Ну, заканчивая показ, так сказать, юбок, я вам еще покажу три юбки. Это юбки сшитые ровно по выкройке, вот по этой вот выкройке, которую мы сейчас с вами сделаем. Но это уже юбки не из японского хлопка, а юбки из штапеля и просто обычного цветного хлопка. Посмотрите, как они смотрятся. Вот шикарная летняя юбочка, очень легкая, из совершенно такого летнего штапеля. Что здесь особенного? Посмотрите, у этой юбки есть пояс, видно, да? Вот он. И эта юбка, она утяжелена, подол чуть-чуть утяжелен нашиванием вот такого вот резненого кружева. Оно чуть-чуть утяжеляет подол. И что происходит, когда подол утяжеляется? Ткань на юбке тянется вниз, ну, то есть она оттягивается. И эта юбка вас стройнит. Сейчас покажу другую юбку уже без пояса, тоже штапель. Смотрите, совершенно разнузданная, тоже с элементами цыгальщины. Посмотрите, такая юбка. Вот эта ткань, эта штапель. Рисунок очень крупноузорный, очень нерегулярный, он просто сбивает стол. Если у вас есть небольшие жизненные накопления, ну, вот у меня есть, а? Ну, так вот, или где-нибудь еще есть. Так вот, эта юбка сбивает с толку всех зрителей. И эта юбка уменьшает ваш объем потрясающим. Потрясающим образом. Почему? Потому что, во-первых, она тонкая. Во-вторых, она очень пестрая. В-третьих, все-таки подол чуть-чуть утяжелен. И чем он утяжелен? Вот такой вот штукой. Вот он. Видно, да? То есть это кайма. Вот. Мне очень нравится эта юбка. А самое главное, что она занимает очень мало места в чемодане. То есть она скатывается практически в маленькую, тоненькую трубочку. И во всех, во всех моих путешествиях, во всех моих отпусках, эта юбка меня прекраснейшим образом выручала. Штапель. Иногда хочется юбочку из хлопка. И, конечно же, конечно же, вы понимаете, я сшила юбочку, такую же, а силуэта из хлопка. Сейчас покажу. Ах, люблю себя замечательную в этой прекрасной юбке. Посмотрите. Чудесная хлопковая юбочка с ярким, ну, я люблю такой цвет, крупноузорным рисунком. Вот она. Единственное, что эта юбка, ну, как многие догадываются, из ткани для почвырка. Ткань для почвырка, шириной 110 сантиметров. Здесь, посмотрите, вот бок. Видите, да? То есть мне немножко не хватило ткани, и я просто скруглила вот тут подол. Но это все та же самая выкройка, которую мы с вами сейчас будем делать. Итак, переходим к работе. Кстати, хочу вам сразу сказать, что вот такого рода юбки очень хорошо смотрятся с сумками-тулутами. У нас вот такая сумка-тулут есть в наших лоскутных эфирах. Смотрите, пожалуйста. Вот она. Ну, это сумка без застежки. И еще, смотрите, вот у нас есть сумка в технике акварель. Вот она. Она поменьше, покомпактнее. Ну, я вам уверяю, пара кирпичей сюда по-прежнему подойдет. Вот она, эта сумочка красивая. Ну, а сейчас давайте... Вы уже меня спрашиваете, что делать, что делать, чтобы шить такую... Не сумку, чтобы шить такую юбку, да? Сейчас мы с вами попробуем сшить вот такую вот юбочку из... Не сшить, а сделать выкрику сначала, давайте, да? Вот такую юбочку. Она тоже из японского хлопка. Юбочка из японского хлопка. Прежде чем начать кроить, открою вам один секрет. Для того, чтобы сделать красивый полосный набор на такой юбке, конечно, хочется подобрать к этой юбке красивую, интересную ткань. И вот здесь хочу вам сказать следующее, что на самом-то деле вы можете сделать шикарный полосный набор, особо не мучаясь, так сказать, с подбором тканей. Не надо вот этих сомнений. Посмотрите, вот это все ткани одной и той же фирмы. Откуда я их взяла? Это дайваба или есть еще корейцы. Сейчас производят вот такие же вот ткани. Рыхлый хлопок чем характерен? Его делают из длинноволокнистого хлопка. Его выращивают в Египте. Везут, конечно, в Японию там или в Корею. Волокна длинноволокнистого хлопка около 30 миллиметров длиной, то есть он длинненький. И эти волокна, в отличие от обычных тканей для пэтчворка, окрашивают на стадии подготовки волокон. Ну, то есть волокно, смотрите, вот ниточки, видите? Ниточки окрашены. Не ткань, сверху напечатан рисунок, а ниточки окрашены. И за счет этого волокно, во-первых, становится очень прочным в окраске, а во-вторых, когда вы эту ткань стираете, она не теряет своих качеств. Ну, как, например, шелк, вот я вам показывала юбку, да? А она становится все мягче и все пластичней. То есть каждая последующая стирка фактически улучшает качество вот этой ткани. Вы спросите меня, где найти много вот таких вот разных кусочков. Скажу вам, где свои кусочки взяла я. В свое время у нас Академия лоскутного шитья готовила набор аппликаций на лоскутные сумки. Вот у меня этот набор аппликаций. Ну, один я уже пустила в дело, а вот еще один вам показываю. Значит, посмотрите, что это за набор. Это набор, в котором есть... В котором есть 16 тканей для аппликаций размером. Каждый лоскут 25 на 27 сантиметров. То есть это вот как раз именно вот эти ткани, которые я вам сейчас показываю. Видите, да? Вот они. Вот они. Посмотрите, они прекрасно сочетаются между собой. И помимо этого, поскольку это набор для аппликаций, здесь есть еще бумага для заморозки и клеящий карандаш. Кстати, японский, которых сейчас уже не возят к нам в Россию. Но, тем не менее, вот этот карандаш есть. Теперь давайте посмотрим, что же дальше. Мы с вами определились, из чего шить. Ну, кстати, сразу вам покажу интересную фишечку. Вот эта изнаночная сторона ткани, это дай ваба. А вот эта лицевая сторона ткани. Вы знаете, ну, я решила, что вот эта лицевая, я буду шить вот лицевой. Но, в принципе, посмотрите. Вот эта вот изнанка смотрится тоже прекрасно. И вы ее в каких-то моментах можете использовать как элемент игры. Ну, а вот. Я вам сейчас все расскажу про выкругу. Подождите. Просто посмотрите, вот еще незаконченные подол юбки. И посмотрите, как ткани вот этой же фирмы, посмотрите, вот они, да, здесь. Посмотрите, как они уже хорошо смотрятся на юбки. Я думаю, что когда мы с вами пришьем еще вот такую каемочку, да, такую, будет еще лучше смотреться. Все будет просто распрекрасно. Давайте сейчас перейдем к меркам. Для тех, кто смотрит нас, ну, первый раз или второй, или недавно, сразу поясню. У нас есть учебные курсы. Ну, в частности, это курс «Ремесло», где вы учитесь базовым техникам лоскутного шитья. У нас еще есть продолжение этого курса. У нас есть вот еще курс «Квадраты цветоведения». И у нас есть лоскутный клуб. Он находится на учебной платформе ГЭД-курса. Он закрытый. Ну, что значит закрытый клуб? Это значит, что вы, входя в этот клуб, имеете кучу всяких преференций. Ну, например, доступ к определенным курсам. Ну, и в частности, доступ к курсу. Ну, не курсу, а куроку, скажем, который вам сделала мастер-конструктор Юлиана Валикжанина, как снимать подробно мерки, допустим, да? Имеете доступ к различным другим вещам. Ну, во-первых, это события. То есть, когда у нас происходят в клубе определенные события, это какие-то мастер-классы, либо это участие в фестивалях, либо что-либо иное. Естественно, что как члены клуба вы узнаете об этом первыми. Помимо этого, в клубе, конечно, есть привилегии. Что такое привилегии? Это, как правило, общество потребителей, да? Это, как правило, закрытые распродажи. Что такое закрытые распродажи? Это значит, только для своих, подешевле и вот прям вот нашим клубам. И помимо этого, четвертое преимущество клуба – это нетворкинг. Что такое нетворкинг? Это значит общение с себе подобными на закрытой платформе, где нет хейтеров. Я очень люблю YouTube. Я очень много делаю роликов. Сейчас порядка тысячи на YouTube роликов лежит, как бы. Но всегда очень многих людей раздражает хейт. Ну, то есть, найдется какая-то там, ну, скажем так, очень такая агрессивная девушка, которая будет под всеми вашими комментариями писать, что все это ерунда, там, кто вы такие, там и так далее. Я, конечно, это удаляю, но очень сильно этого люблю. Клуб, нетворкинг – это вы общаетесь с людьми, которые с вами в теме, то есть, которые вас понимают, которые вас ценят и к вам хорошо относятся, вы можете показывать какие-то свои вещи. Вот это про клуб. Теперь давайте про мерки. Итак, мерки. Чтобы создать универсальную, уникальную под себя юбочку А-силуэта, вам надо снять всего лишь пять мерок, и они простые. Первое – объем талии, то есть, длина талии. С этой целью берем обычную трусиную резинку. Вот я взяла оранжевую, чтобы вам было видно, но она может быть любого совершенно цвета. Посмотрите, что я делаю. Я вот так обвязываю эту резиночку вокруг талии. И этой резиночкой вот прямо вот поезаю. Поезаю, вот так вот как-то вот похожу. После этого я беру сантиметр. После этого из-за граммов родины я достаю сантиметр. И что? Внимание! Так, живот не стягиваем. Сколько, 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 сколько! 74,5. Ну, ладно, 74,5. Ну, бывает. Ну, раньше было 45, но извините, да. Ну, так вот, первая мерка – это объем талии. И эту мерку мы с вами записываем в нашу табличку. Вот, объем талии – 74,5 сантиметра. Я написала. Сейчас мы будем мерить еще другие мерки. Сразу вам скажу. На платформе нашего открытого, бесплатного переводителя, клуба в Телеграм, я сейчас, прямо вот после этого видео, размещу файлик в формате экселя, который при внесении параметров, которые вы с себя снимете, поможет вам быстро и точно, безошибочно рассчитать все параметры для сборки вашей юбки. Договорились? Пройдете под видео, посмотрите. А сейчас вопрос, какие мерки мы снимаем еще. Я обещала вам пять мерок, одну мы сняли, это объем талии. Осталось только четыре. Смотрите, сейчас мы снимаем три длины юбки. Как мы снимаем три длины юбки? Точнее, это три длины до пола. Я прикладываю спереди первое, ну, то есть, условно говоря, это вторая, первая у нас объем талии была. Я прикладываю сантиметр вот к этой резиночке, видите, да? И меряю длину спереди до пола, до пола. Не до длины юбки, а до пола. Следующая мерка. Сбоку я повторяю то же самое. Я меряю вот от этого сантиметрика до пола. То есть, вот кто-то мне помогает, я сейчас просто снимаю без помощника, до пола. Кто-то вам помогает, подруга, там, племянница, дочка, там, кто угодно. Мне муж помогал. Ну, не важно. И третья мерка, которую я меряю, это мерка длина по спине до пола. То есть, вот от талии, вот отсюда, я меряю через вот эту точку, по центру попы, до пола. У меня получилось три мерки. Послушайте мне, это важно. И эти три мерки, как правило, у вас бывают разными. У меня длина спереди от талии до пола получилось 112 сантиметров. Длина сбоку от талии до пола получилась тоже 112 сантиметров. А вот длина по спине от талии до пола получилась 111 сантиметров. То есть, если у вас всегда получится 112, 112, 112, это частный случай. Может быть, еще какой частный случай, что спереди длина меньше, сзади длина больше, и сбоку длина тоже какая-то особенная. Но это возникает в тот момент, когда мы начинаем учитывать наше жизненное накопление. То есть, грубо говоря, жировое сложение. Итак, и еще одна мерка, которую мы с вами меряем обязательно, это длина между... Смотрите. Сейчас отошла подальше. Видно, да? Это длина между низом ёбки и полом. Она называется уровень. Вот этот уровень у меня составляет 12 сантиметров, потому что у меня юбка длинная. Я делаю вот по косточку. Видите? Где косточка? Сейчас. Вот, по косточку у меня длина вот такая нужна. Если вы хотите юбку, допустим, миди, ну, то есть у вас уровень будет 30-35 сантиметров. Если вы шьёте юбку мини, ну, например, дочери, там, или племянницы, или внучки, то у вас уровень этот будет, ну, еще больше, как бы выше, да? Ну, еще это зависит от роста человека. Итак, пять мерок повторяю. И говорю цифры, которые себя я померила. Итак, талия. Объём талии 74,5 сантиметра. Длина спереди, то есть от талии до пола 112 сантиметров. Я по себе говорю. Вы свои записываете. Длина сбоку от талии до пола 112 сантиметров. Это моя мерка, у вас другая. Длина по спине изделия от талии до пола 111 сантиметров. И уровень. Это разница между полом и уровнем, на котором будет находиться ваша юбка асилуэта. У меня вот этот уровень составляет 12 сантиметров. У вас он может быть другим в зависимости от роста вашего или вашего визави. И желаемой вами длины юбки. То есть юбки бывают макси, миди, мини. Ну, всякие бывают. И ещё бывают пояса тупласов. Но это уже не к нам. Теперь следите за руками. Пять этих прекрасных мерок. Окружность талии. Длину юбки спереди. Длину сбоку. Длину спереди, сбоку и сзади. Вот она. И уровень. Я записала на бумажку. И сейчас я делаю простейшие вычисления для построения чертежа. Первое. Я нахожу полуокружность талии. То есть половину от 74,5. Это будет у меня 37,25. Дальше я нахожу длину юбки спереди. То есть это длина от талии до пола минус уровень. 100 сантиметров. Видите? Дальше длину юбки сбоку нахожу. Это 112 минус 12 будет 100 сантиметров. И нахожу длину юбки сзади. Вот. 111 минус 12 получается 99 сантиметров. Как вы видите, длина юбки спереди и сзади разная. И ещё для того, чтобы построить юбку, мне нужен такой показатель, как радиус. Радиус мы считаем по формуле 0,9 умножить на полуокружность талии. Не спрашивайте меня, почему. Ну, потому что окружность получается 2πr, 2πr. Ну, и нам нужна не вся окружность. Ну, поверьте мне, на слово 0,9. Итак, у меня радиус получается 33,52 сантиметра. Округляем до 33,5. Если вы по каким-то причинам боитесь ошибиться, вы идёте в нашу группу Телеграм и скачиваете вот эту маленькую программочку в Excel. Сюда в жёлтые ячейки вы заносите ваши показатели. Смотрите. 74,5 окружность талии. Длина спереди 112, длина сбоку 112. Вношу свои в мерке, вы свои, соответственно, гусики. Длина до пола сзади 111. И уровень у меня 12 сантиметров. Автоматически посмотрите вот здесь. Я посчитала полуокружность талии 37,3. Длину юбки спереди 100. Длину юбки сбоку 100. Длину юбки сзади 99. Радиус талии. Получилось у меня 33,5. И ещё я посчитала два параметра, но это расчётные. То есть вам мерки снимать не надо никакие. Это максимальная длина юбки. То есть мы из трёх показателей выбираем максимальный. Это 100. И радиус низа. Радиус низа – это радиус талии и максимальная длина юбки. Радиус низа. Вот эту программку прямо сейчас совершенно бесплатно скачивайте в нашей группе Телеграм. Построение выкрики. Сейчас всё внимание сюда. Смотрите. У меня в руках линейка. Это линейка закройщика. Она продаётся в любом канцелярском магазине. Её отличие от обычной линейки. Вот тут просто сантиметр, а тут всё в четыре раза меньше. И первое, что мы с вами делаем, это строим модель 1 к 4. Как мы её строим? Берём лист бумаги. Я выдрала из тетрадки формата А4. И первое, что мы делаем, я вот сейчас прямо покрупнее делаю жирным. Смотрите. Ставим точку О. Вот она. Видите, да? Я специально взяла жирный маркер, чтобы вам было хорошо видно. Конечно же, вы это делаете остроточенным простым карандашом. Итак, первое, что мы с вами делаем, это проводим вот такую вертикальную линию. Вот она у нас с вами. Смотрите. На этой вертикальной линии мы откладываем с вами радиус. Радиус стали, это у нас РТ, равен 0,9 умножить на полуокружность стали. В данном случае у меня радиус составляет 33,5 сантиметра. И вот я откладываю. Как я могу сделать этот радиус? Я этот радиус делаю циркулем. Обычным циркулем, который вы можете стянуть. Вот козья ножка, а вот циркуль посложнее, как бы, ну, не важно. Который вы можете стянуть у вашей внучки или внука, который ходит в школу. Посмотрите, 33,5 сантиметра. Вот, смотрите. Я ставлю и вот так откладываю радиус. Очевидно, все просто и понятно. Второй радиус, который мне нужно отложить, это радиус низа юбки. Этот радиус у нас с вами равен 133,5 сантиметра. Если у вас есть супер большой циркуль, это прекрасно. Но, скорее всего, у вас такого циркуля нет. Что вы делаете? Вы берете сантиметр. Я беру вот по этой линейке, откладываю 133,5 сантиметра. Ну, вот, примерно столько будет, я вымеряю. И теперь я что? Посмотрите. Я вот так вот двигаюсь. Видно, да? Вот, посмотрите. И откладываю точки вот по этой кривой. И по этим точкам я провожу окружность, просто соединяя эти точки между собой. В данном случае простым карандашом. Вот здесь у меня примерно 60 градусов. Ну, смотрите. По талии, вот у меня талия. Видите? Радиус. Я откладываю свою полуокружность талии. То есть 37,2 сантиметра. И вот здесь вот, если вот здесь у меня талия точка Т, то здесь я ставлю точку Т1. Видно, да? Соответственно, внизу у меня точка Н. И вот здесь вот точка, посмотрите, Н1. Мне чуть-чуть не хватило листочка. Ну, в принципе, вот я просто доклеила маленький хвостик. Это я построила полотнище юбки в половинку. Вот у меня линия середины как бы, да? Теперь я должна построить бисектрису. Что такое бисектриса? Бисектриса – это крыса всюду лазит по углам, делит угол пополам. Как можно разделить угол пополам? Первое – при помощи циркуля. То есть вот две окружности одного радиуса проводим, и через него проводим луч. Либо мы проще можем с вами поступить. Разделим вот это расстояние ровно пополам. Найдем вот эту точку. И проведем через эту точку бисектрису. Внимание! И сейчас мы подпишем наш с вами рисунок. Вот эту линию мы назовем линия середины передней части. Линия середины переда. И вот эту детальку подпишем ПД – передняя деталь. Здесь мы напишем линия бока. А здесь напишем линия середины спины или линия середины задней детали. И тут подпишем ЗД – задняя деталь. У нас, в принципе, готова выкройка. Но я вам обещала секрет, правда? А секрет у нас в чем? У нас перед, бок одного размера. А здесь у нас юбка должна быть покороче. Что элементарное, просится вот так подрезать сзади. Ничего подобного так не делаете. Посмотрите. Вот чертеж. У нас длина задней части юбки составляет 99 сантиметров. Не 100, как здесь, а 99. И вот от этой точки N1 мы с вами откладываем 99 сантиметров. И приходим с вами в точку T1'. Вот она эта точка. Видите? То есть здесь у нас стали совпадает с радиусом. А здесь мы что? Давайте я вам красным выделю. Посмотрите. А здесь мы немножечко уходим на сантиметр ниже. Но это у меня сантиметр. У вас может быть и 3 сантиметра. И это уже будет существенно. То есть если вы этого не сделаете, у вас низ юбки сзади будет провисать. Будет некрасиво. Итак. Теперь. Если мы померяем вот этот радиус. А он у нас немножко исказился. Он у нас будет не 37,2 сантиметра. А примерно 38. Я померила. Вот прям взяла. Вот так вот. Ну или сантиметр можно. Смотрите. 38. И померила. Что сделать? Талия получилась больше. Нам надо вот эту линию. Вот всю вот эту линию. На чертеже поднять. Ну примерно на сантиметр вверх. Почему? Потому что вот здесь у нас угол. То есть талия у нас станет чуть-чуть-чуть меньше. То есть будет совпадать с нашей исходной талией. И вот это вот. Вот в этой корректировке основной секрет. Хорошей, правильной, точной посадки юбки. Строго по вашей линии талии. Вспоминайте юбки, которые я вам показывала. Какие-то юбки на поясе. Какие-то юбки без пояса. Просто окантован как бы вверх. Но тем не менее, юбки все сидят хорошо. Я бы сказала идеально. Но скромность мне не позволяет. Итак, юбки все сидят хорошо. И вот он. Самый страшный секрет. Который я вам хотела показать. Это самое главное. Те, кто торопится, могут дальше не смотреть. Итак. Мы с вами построили чертеж. Один к четырюм. Что мы должны сделать дальше? Дальше мы построим точно такой же чертеж. В формате один к одному. Такой чертеж я, конечно же, уже построила. И посмотрите. Я даже не брала какую-то специальную бумагу. Хотя вы можете взять старые обои, допустим. Ну или что-то в этом. Вроде крафтовую бумагу. Кальку, все что угодно. Я просто склеила из кусков листов формата А4. И вот у меня получилась передняя деталь. Вот посмотрите. И вот даже задняя деталь уже с скорректированной линией талии. Все. У меня все готово. И эту выкреку я сохраню. Почему я ее сохраню? Потому что она мне еще понадобится много раз. Я еще буду много-много раз выкраивать под ней свои юбочки. Теперь, что касается тканей. Я беру для юбки вот такую серую ткань. Вот она у меня. Посмотрите, в рулоне. В принципе, у меня в рулоне еще две ткани. Вот такая вот терракота. И вот такая вот ткань в клеточку. Ну, сразу скажу, что из этих тканей без всякого лоскутного набора уже можно шить прекрасные лоскутные юбки. Но я их буду использовать. Сейчас покажу. Вот сюда. Посмотрите. Вот у меня. А основной лоскутный набор я буду делать вот из набора для аппликаций. Вот, посмотрите. Я вам показывала в начале видео вот такого. Видите? Значит, вот они у меня все кусочки здесь. Я из них буду складывать вот такие вот полоски разноцветные. Сейчас все поясню. Про ткани. Я выбрала ткань. Ширина ее 110 сантиметров. Ну, а если быть точным, то с обрезанными кулками вообще 108. И как же мне выкраивать? Вот у меня, допустим, выкройка юбки. Я вам макет показываю. Я должна выкраивать юбку по косой. То есть я ткань должна сложить по косой. Это макет я вам показываю. Вот, допустим, у меня ткань. Вот на макете. Я должна юбку эту что? Приложить вот в центр переда. Я прикладываю юбочку. Я ее вот так обведу. Это ткань, допустим, да? Там, где мне ширины ткани чуть-чуть не хватит, я подкраю край. Вот этот вот. Ну, это если я длинную юбку делаю. А если вы делаете короткую юбку, то вам, конечно, может быть, и хватит. Ну, короче, еще сделаем. Вот так. Вот. Ну, то вам, скорее всего, хватит, если вы короткую юбочку делаете. Вот таким вот образом мы выкраиваем переднее полотнище юбки. И точно таким же образом мы с вами будем выкраивать заднее полотнище юбки. Останутся после того, как мы выкраим. Ну, давайте выкраим уже. Это мы с вами в такие детские игрушки играем, да? Смотрите. Вот мы выкрыли, условно говоря, переднее полотнище юбки по косой. Вот у нас косая идет. Видите, да? И вот так примерно мы с вами тоже выкрыли заднее полотнище юбки. Ну, немножко криво получилось, но неважно, вы меня пользуетесь. У нас остались обрезки, да? Что-то у нас уйдет на пояс. Если вы будете делать пояс, если вы хотите поиграть лицо-изнаночное, то что-то, возможно, у вас пойдет в лоскутный набор. Вот эти куски, что с ними делать? Конечно же, к юбочке вы можете шить сумочку, жилеточку, поясочек, сумку-карман на пояс, как бы, то есть все, что угодно. И вот это у нас все пойдет в дело. Ничего не пропадет. Сколько ткани? Сколько ткани брать? Два с половиной метра на длинную юбку. Что будет происходить дальше? Дальше мы с вами сошьем оба полотнища юбки. Ну вот я, посмотрите, через оверлок, конечно, это пропустила. Шила два полотнища юбки между собой. И, внимание, я очень не люблю делать замки и пояса. Вот не люблю со страшной силой, мне стыдно в этом признаться. Посмотрите, как здесь идеально вшит замочек и сделан пояс. Честно вам скажу, это не я. Я просто взяла сшитые две половинки юбки. Взяла лоскуты, которые у меня остались. Вот такие вот, видите, вот подолевой. Видите, они идут. Пошла в соседнее ателье, в соседний дом быта. И за очень небольшую сумму мне прекрасно сделали пояс и вшили великолепный замок. Делать трудолюбивым людям, а не таким тунеядцам, как я, берите любую книжку или смотрите на ютубе. Вот, пожалуйста, любой учебник по шитью. Вот, как сделать пояс. Пожалуйста, все рассказано. Можете посмотреть на ютубе. Там вагон, вагон, вагон. Всяких таких видео, как это сделать. Чтобы сделать юбку А-силуэта, которая пригодится вам тысячу раз, вам нужно снять пять мерок. Объем талии, длину до пола спереди, от талии до пола, сбоку и сзади. Вот уже четыре мерки. И уровень, то есть расстояние от пола до вашей юбки. Вот. Все остальные параметры расчетные. Пять мерок. Расчетные параметры в нашей группе в Телеграм. Бесплатно. Ничего с вас не прошу, не надо. Значит, и глобальная ошибка, которой надо избежать. Вам надо просто скорректировать линию талии. Если у вас длины спереди, сзади и сбоку, хоть одна длина друг от друга отличается. Это спасет вас от провисания подола либо спереди, либо сзади, либо сбоку, что некрасиво. У меня на сегодня все. Смотрите готовую юбку, шейте свою юбку, будьте здоровы и счастливы. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Девочки, я все вам сказала про юбку. Всем пока. Еще раз файл в нашей группе в Телеграм. Кто хочет побольше поучаствовать в тусовке, в нетворкинге по лоскутным шитье, иметь всякие преференции, информацию о событиях и доступ к куче бесплатной полезной информации, добро пожаловать в наш лоскутный клуб. Ссылочка вот прямо сейчас здесь, а если хотите пройти по ссылке, то она под видео в комментариях. Всем пока, всем удачного дня, ну и, конечно же, смотрите, какая юбочка у меня получилась. Лоскутное шитье. Лоскутное шитье. Сладой, Христенко. Отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное шитье. Лоскутное шитье. Лоскутное шитье.